Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня делаем абсолютно честный обзор на АТ-15А, которая есть сейчас на продаже в составе набора Стальные Охотники за 7500 золота. Что машина собой представляет, сейчас будем обсуждать. По поводу данного набора, свое мнение я уже высказал в предыдущем видео. Вот ссылочка, заходите, посмотрите. Что касается возможности приобретения не в составе набора, то отдельно за машину просят 3500 голды. И я считаю, что это довольно-таки немалые деньги, да и, честно говоря, наверное, дороговато. Объективно говоря, про данную ПТ-шку забегая наперед, ценник ей где-то 12500-3 максимум, ну явно не 3500. Чем машина действительно хороша? Очень хорошее бронирование. Если вы посмотрите на забронированность данной машины, то вы удивитесь, насколько может быть забронирована ПТ-ха 7 уровня. Здесь действительно практически все красное, много зон таких, которые очень сложно пробить. В то же время есть верхний бронелист, в котором даже вот здесь вот в этой полоске приведен ко всего лишь 167. И, понятное дело, страдальческая комбашня. Да, в принципе, как у всех АТ-шек, здесь особо удивляться нечем. Стоит отметить, что АТ-15А это, в принципе, перерисованная АТ-15, только АТ-15 проходная находится на 8-м левеле. И, как вы видите, даже на 7-м уровне у ПТ-шки чуть больше брони, чем у проходного собрата. Единственное, что у проходного собрата, безусловно, немножко по-другому просто расположен верхний бронелист. Ну и, соответственно, здесь приведенка побольше. Но, ребят, это восьмерка. А это, ребят, семерка. И что стоит отметить, против семерок играется очень хорошо, а против восьмерок довольно-таки неплохо страдается. Почему страдается? Потому что даже если вы поставили себе калиброванные снаряды, то здесь у вас пробитие будет всего лишь 180 единиц. И, ребят, если улучшить пробитие на виндикаторе, то виндикатор единственная машина при 170 мм пробития, которая уступает по пробою АТ-15А. Все остальные ребята на уровне пробитие имеют выше. И, как многие из вас знают, многие из этих машин с трудом справляются с восьмерками. Особенно с хорошо забронированными восьмерками. Что же касается проходного АТ-7, который на седьмом уровне находится в ветке исследования Британии, то здесь и ДПМ, в принципе, там чуть-чуть выше, ну, пускай незначительно, зато пробитие существенно выше, чутка выше Альфа и время перезарядки не намного больше. Таким образом, получается, что действительно основными позитивами АТ-15А на уровне является безумно хорошая скорострельность, вопросов нет, довольно неплохое точное орудие, ну и, в принципе, я бы сказал, что неплохой заявленный ДПМ, потому что у всех ребят на уровне, не считая СУ-152 и СУ-122С, у всех остальных ребят ДПМ ниже. Но одним ДПМом сыт не будешь, этот ДПМ еще реализовать необходимо, а пробитие вам в этом способствовать не будет абсолютно. Плюс к тому, стоит помнить, что, в принципе, ПТшки серии АТ, они все крайне скудные в отношении, ну, господи, брони подвижности и маневренности. Всего лишь 20-20 километров скорость вперед и 10 назад, и, как видите, в таблице все ребята сияют ярко-зеленым, а это значит, что машина, ну, прям совсем унылая в отношении ее скорости передвижения. Что касается доходности 153%, я бы не сказал, что это фармер, по крайней мере, данная доходность не будет вам позволять уходить в минус в тех боях, в которых вы будете быстро сливаться. Что касается процента по победам, то 54%. Есть ребята, которые имеют немножко выше процент по победам, это Т-28 Концепт, после того, как его апнули, и Виндикатор. Но Виндикатора катает совсем малое количество людей, поэтому особо его в учет брать не стоит. Ну, а так, ребят, в принципе, по проценту побед машина, ну, я бы сказал, из ПТшек на уровне одна из лучших, по крайней мере, из цикличных орудий на своем седьмом уровне. Что касается орудия и то, что мы можем обсудить непосредственно стоя в ангаре, то здесь, ребят, у нас есть инфа по орудию следующее. Как я сказал, меньше 4 секунд перезарядка, неплохой для своего уровня ДПМ. Если вы сможете его реализовать, то смело будете вывозить порядка где-то 2,5-3 тысяч урона за бой. Это если вам действительно повезет настреливать каждый раз, как вы будете перезаряжаться. Средний урон в 200 единиц не особо блещет, особо он не блещет еще и на фоне низкого уровня пробития в 180. Ну и что касается, ребят, времени сведения разброса, цифры довольно комфортные, ну и их мы будем заценивать непосредственно в своем бою. Также стоит отметить, что наделили целыми минус 10 углами склонения орудия вниз, а это действительно очень приятно. Ну что, друзья, заходим, ну и давайте попытаемся АТ-15А реализовать. Забегая наперед, скажу, что машина в отношении геймплея крайне унылая. То есть ты медленно передвигаешься по карте, ты еле доезжаешь до тех позиций, которые тебя интересуют. Ты однозначно машина одного направления и сменить свое направление, если вдруг ты не угадал, ты уже не можешь однозначно. Чем машина порадует? Машина порадует тем, что вы можете выдерживать удар, вы можете довольно часто принимать непробитие и вы можете довольно-таки точно отстреливать. Также стоит отметить, что угол склонения орудия вправо-влево, то есть вдоль горизонта, очень хороший. Поэтому доворачивать постоянно корпус ради того, чтобы выцелить кого-то, проезжающего там слева направо или справа налево, вам нет необходимости. Соответственно, ваш разброс увеличиваться не будет. Сейчас подождем засветов, попытаемся по засветам поработать. Не совсем понимаю, почему Бархан решил делать вид, что он у нас ПТ-ха. Ну ладно, так значит так. Я так понимаю, что сейчас нас ждут в бою явно какие-то неприятности. А вот и первое непробитие. Как я говорил, машина довольно-таки крепкая, машина хорошо забронированная. Безусловно, есть слабые зоны, которые могут выцеливать. Но, ребят, точность орудия хорошая, время перезарядки классное, очень комфортное время сведения. Да и в принципе, что касается орудия, хотелось бы только, безусловно, немножко больше альфички. Ну а так в целом вполне себе даже комфортно. Так, оттягиваемся назад. Встречаем товарищей. Здесь уже я немножко тороплюсь. Но, в принципе, меня можно понять. Дело в том, что я здесь сейчас остался абсолютно один. Отходим, друзья. Да, броня, конечно, здесь, ребят, чуть ли не ультимативна. Есть пробитие. Давайте, спускайтесь, что ли, ко мне сюда. Так, сейчас попробуем подняться наверх. Угол склонения орудия вниз минус 10. Как я говорил, это очень хорошо. Не идеально, но, безусловно, порой достаточно для того, чтобы, как видите, даже вот в таких вот позициях попадать по сопернику. Пробития не хватает. Немножечко не хватает для того, чтобы по тигру нормально отработать по башне. Причем, ребят, это с учетом того, что тигр все-таки на шестом уровне, а не на седьмом. Но, как вы видите, бодро все получается. Хоть мы и не сильно хорошо передвигаемся по карте, но в то же время мы довольно неплохо отрабатываем своим орудием. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Но, зато у нас, ребят, есть возможность затестить машину в отношении того, насколько легко ее закрутить. Понятное дело, что закрутить ее проблем вообще никаких не составляет. Да хватит, в конце концов, сосредоточили весь огонь на мне. Ну, короче говоря, ребят, я думаю, что все тяготы, которые ждут вас ввиду скудной подвижности, вы, в принципе, понимаете. Но в то же время вы видели, какое количество непробитий по данной машине прилетало. Как вы видите, пробивается ком башни, пробивал кто-то мне передний, ну, давайте назовем его, часть верхнего бронелиста. Там, я говорил, изначально особо брони нет, поэтому слабыми зонами остается передний бронелист, верхний. И что касается, почему говорю передний, потому что он частично переходит из переднего в верхний. Короче говоря, точку пробития вы видите, и то же самое касается ком башни. Ком башня тоже пробивается. Ну, что касается бортов, кормы, понятное дело, что шить будут все, кому не лень. Но, в целом, ребят, машина очень живучая. Досматриваем бой, смотрим на результаты. И так, друзья мои, закончилось все дело поражением. К сожалению, так вышло, так получилось. Бизонты вражеского сейчас обязательно похвалим, поставим ему однозначно лайк, потому что парень или девчонка, кто бы там не сидел за рулем, зарешал бой, вытащил его. Красавчик, молодец, и с этим особо не поспоришь. Что касается нашего магнейта, не справился. Бывает такое, не надо ставить дизы в таких случаях, особенно если кто-то находится на верхней позиции в списке результативности. Ну, а что касается нашей результативности, 2030 единиц нанесенного урона можно было бы сделать чутка больше, как я говорил, если, в принципе, все сложится нормально, то 2500-3000 урона за бой вывести вы сможете. Что касается уничтоженных, то только один, на большее меня не хватило. Что касается доходности, то даже за это поражение, с учетом прем-аккаунта, 32500 серебро. Вот такая вот она, АТ-15А. Как мне кажется, крайне унылая по геймплею, требует исключительно спокойствия, отсутствия желания куда-либо ехать. И, в принципе, если вам заходит такой геймплей, если вам нравятся ПТ-шки серии АТ-проходные, то, безусловно, АТ-15А просто создана для вас. Обладает просто шикарным орудием, но крайне-крайне унылая в отношении передвижения. Из песни слов не выбросишь. Покупать или не покупать, как обычно, решать вам. Мое дело показать машину такой, какая она есть, абсолютно честно и ничего не приукрашая. Если вы за честность, если вы хотите вовремя получать новости и информацию по игре, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкосы, пишите комментарии и жмите обязательно на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видосы, которыми я стараюсь исключительно для вас. Спасибо вам большое за просмотр, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok